На брифинге Всемирной организации здравоохранения было сказано, что с момента начала пандемии прошло более шести месяцев, но ни для одной страны не настало время ослабить борьбу. Поэтому ученые со всего мира ищут вакцины и создают тест-системы, а врачи борются за сотни жизней тех людей, что сейчас лежат в больнице. Борются над решением этой проблемы и ученые OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В Казанском федеральном университете мы разрабатываем, во-первых, тест-системы для определения антител против коронавирусной инфекции. Разрабатываем как лабораторные варианты тестирования, которые можно делать в специализированных лабораториях, так и так называемые тест-полоски, иммуно-хроматографические системы, которые напоминают тест на беременность и позволят проводить анализ как в больницах, так и на дому. На данный момент ученые Казанского федерального университета разработали целых три тест-системы. Это метод ПЦР, тест-система на антитела и экспресс-тест. Сегодня речь пойдет лишь о тест-системе на антитела. Буквально на днях в университет поступило оборудование из Китая для создания пилотного производства подобных тестов. Лаборатория для опытного производства тест-полосок для диагностики коронавирусной инфекции по наличию антител. Классы иммуноглублинов-G и иммуноглублинов-M. Здесь располагаются приборы для производства вот таких тест-полосок. Они предназначены для определения наличия антител к антигену коронавирусной инфекции. Оборудование очень компактное. Один прибор представляет собой резак для подготовки листов специального материала. Другой будет работать по принципу принтера – печатать заготовки с помощью биохимических реактивов. Третий прибор необходим для ламинации. И после этого мы переходим к следующему этапу. То есть, если представить себе, что вот эта мембрана – это у нас готовая заготовка для тест-полосок, мы его просто переносим вот в этот прибор, который является резаком, но уже для почти готовых тест-полосок. Прибор очень точный и позволяет нарезать очень маленькие… Здесь, соответственно, мы собираем уже готовые тест-полоски. То есть, сейчас здесь ничего не наклеено, но готовым там будут просто разные компоненты. То есть, по сути дела, это будет как вот, видите, здесь стоит из разных участков. В качестве тестового образца будут использоваться плазмы переболевших коронавирусом людей. Работа осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Развернули, собственно, небольшое биотехнологическое производство по производству вирусного антигена, то есть, этот вирусный белок, который, в общем-то, является основой тест-системы. В качестве тестовых образцов мы будем работать с кровью пациентов, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. У нас очень плотное сотрудничество с РКБ, с Семеркой, с Центром Крови, для которых мы как раз сейчас и проводим тестирование на антитела, для того, чтобы уже потом эту плазму от переболевших переливали тяжелобольным пациентам. Параллельно с разработкой тест-полосок в КФУ продолжается процесс создания вакцины и фармацевтического препарата против новой коронавирусной инфекции.